Я написал вот такую вот книгу Голодание в лечебных целях Вроде как я не ученый Специально медицинских институтов не оканчивал Но тем не менее я знаю одно Если человек стремится к познанию, к исследованию работы над собой То было бы желание и он сделает И вот содержание этой книги Я считаю ее, не буду хвастать, одной из лучших на эту тему Значит что здесь? Видите, написано оно было в 2003 году, еще раньше Значит часть первая Общее понятие голодания, видения, голод природы Есть такая вещь, если бы его не было, то о нем и не знали Голод в истории человечества Разъяснение понятия голодания, что это такое Голодание разное бывает, вынужденное, невынужденное С лечебной целью, с целью духовного совершенства И иные варианты Четвертое Описание процессов, происходящих на голоде в организме человека Естественно я изучил книги других авторов Опирался на них, не без того И считаю, что особая ценность этой книги в том Что я изложил здесь не только свое мнение о этом вопросе Ну и также опирался на мнение других людей И в частности не просто опирался Но и проверял на себе, правильно это или неправильно Значит процессы, происходящие вот в полевой форме жизни человека То есть в его тонких телах Процессы, происходящие в физическом теле человека Какие? Это уже тут до меня было все выявлено учеными Значит и закисление внутренней среды организма Рассасывание ткани, принцип приоритета Что будет вперед у вас располагаться на голоде А что в саму последнюю очередь Очищение от шлаков, нормализация микрофлоры И защитные функции организма Усвоение углекислого газа и азота из воздуха Эндогенное питание Физиологический покой органов То есть голодание делает очень и очень многие вещи Даже может омолаживать организм Кстати омолажение идет за счет того Что допустим Ну вот у меня там 100 килограмм Из них пускай там 60% клеток моих Ну находятся так в более-менее там Таком работоспособном возрасте А где-то 20% Ну в таком, как бы сказать, возрасте пожилом А 20% в старческом То есть они уже как балласт идут, ненужный Так вот на голоде этот балласт разрушается И за счет того, что он используется организмом для своих целей Получается, что на восстановление этого уже балласта нет И вы только за счет этого чувствуете себя легче И как бы омолоделись Виды голодания и их отличительной способности Этот вопрос меня занимал Я, значит, его прорабатывал Количественное различие голодания То есть количество различия голодания Сколько дней там Сутки, трое, семеро Там 15, 30, 40 В чем особенности Период голодания Восстановительный период Какие сроки голодания дает тот или иной эффект На организм человека Далее Различение голода по способам проведения Это классическое голодание Как вот описано в большинстве книг по голоданию Фракционное голодание Войтович его, так сказать, опробовал, придумал И вот в чем его сила Уриновое голодание Здесь Амстронг особенно за него много писал Сухое голодание Ну и, естественно, практически все эти голодания Я на себе опробовал, чтобы узнать, что, что и как Далее Особенность проведения голодания в зависимости от биологических ритмов Индивидуальной конституции и возраста человека Вот эта голова совершенно новая Ни в одной из книг по голоданию этого нет То есть это есть только у меня И, наконец-таки, часть Вторая практика голодания Кому голод вредит, кому помогает Предварительная подготовка перед голодом Правильное проведение 24, 36, 48 часов голодания Выход из такого голодания Правильное проведение 3, 7, 10-дневного голодания Выход из этого голодания Правильное проведение 20, 30-суточного голодания Программа питания для хорошего пищеварения После голодания Это очень важно Какие ошибки может совершить голодающий Практически как-то на вот таких вот вещах, как ошибки Мало кто останавливался из авторов, пишущих о голодании Я как-то все это дело суммировал То, что я сам совершил То, что я сделал И все это как бы суммировал, описал Успешное применение голодания Как автор получил опыт в голодании О необычных способах голодания такой есть И наконец-таки О голодании при различных заболеваниях И заключение То есть вот такая вот Большая книжка была написана мной И что я хочу сказать Вот можно, конечно, работать по литературным источникам Что там другие люди написали Как они там исследовали голод на собаках Ну и прочее, прочее, прочее Понимаете, можно, то есть, работать по литературным источникам Это будет одно знание Я же хочу в следующем фильме В котором я голодаю 40 суток Показать вам, как я его приобретал Этот опыт Естественно, я не сразу 40 суток голодал Я начал с одних суток Несколько месяцев голодал по одним суток Потом трое суток И потом пошло-поехало, пошло-поехало И за несколько лет Вот если я начал голодать Примерно в 1985 году В 1985-1986 То где-то в 2000 году я сумел проголодать 40 суток Также у меня были голодания и сухие По 7-8 суток Несколько раз Естественно, были промежуточные такие голодания Там трое суток, пятеро суток, семеро суток Где-то 20, чуть больше 20, 27 Ну вот так вот И потом было 40-суточное голодание Еще хочу подчеркнуть Что одно дело писать, не делая ничего Другое дело вы и знакомитесь с теорией И естественно все это опробуете на практике И понимаете где то право И в чем право и на сколько Этот голод посмотрите Я считаю все вещи конечно нужны Есть неприятные такие моменты Когда там, он говорит, выходят шлаки из организма При клизмении выходит там допустим распавшаяся там опухоль Ну разные такие вещи Поэтому отнеситесь к нему с должным пониманием Автор не хочет вас шокировать А хочет просто-напросто показать Весь этот, как бы сказать, всю эту науку голодания Так как она и есть Ничего не скрывая Где-то на 24-й примерно сутки я вернулся из Германии И с 25-х суток пошла запись Я просмотрел этот фильм Вспомнил те события, о которых я уже и подзабыл И должен сказать, что подобный голод Есть довольно-таки суровое испытание Можно даже назвать это таким маленьким духовным подвигом В результате которого Обнажаются многие истины Как духовные, так и врачебные Когда ты голодаешь, наблюдаешь за собой Видишь, что из тебя выходит Ты начинаешь на многие вещи О которых пишут в книгах Смотреть совершенно по-другому Потому что ты их чувствуешь Ты их видишь Ты их ощущаешь И оказывается То, что я прошел во время 40-дневного голода И записал свои рассуждения Я их так и оставил Как они и идут по ходу действия съемок Это выброс огромного количества шлаков Вы их увидите После 30-х суток Понимаете, с 25-х как начались После 30-х суток Идет, идет, идет какая-то там чернота После того, как я прошел этот голод Примерно где-то с полгода Если не больше Или если не с год, по-моему От меня от тела не было никакого запаха Нигде ничего Поп был чистейшим Трудно, конечно, голодать Трудно, очень трудно голодать Надо терпеть Надо, будем говорить В какую-то цель иметь Сжаться в кулак Будем говорить Я вспомнил эти дни У меня, вы увидите и услышите И голос ослаб Меня шатало Допустим, когда я обувался Мне надо было прислониться Там жена поддерживала Она даже стеснялась Сказать, рядом со мной И ходить такой Я был худой и старый Все это вы увидите И что хочу сказать Насчет лечения Вот когда из человека Выйдет столько дерьма Сколько вышло с меня За эти 40 суток Тогда становится ясно Насколько много У человека У человека патологии И естественно Все остальные В виде лечения Ничего не сделают У меня даже такой был случай На 36-38 сутки Я не снял этого момента У меня вместе с мочой Выходила какая-то Жидкость Такого Мазутообразного Цвета Черная Так вот В струйке Раз Проскочила Так Парезанула По Мочевому каналу И вышла Я был удивлен Конечно И шокирован Ну ладно С толстого кишечника А с мочевого канала Что это такое То есть Патология Ну Везде У человека Имеется Он даже Они и не подозревают Что она там Мирно Тихо Зреет Может превратиться В опухоль Может дать Какое-то там Заболевание Может еще что-нибудь Дать И вот эти все Рассуждения Мои На голоде Когда я был Сам очевидцем Всех этих событий Вот они Идут Не С каких-то Теоретических Рассуждений А уже Будем говорить Это практика От От Наглядности И Доступности Можете Посмотреть Этот фильм И для себя Сделать Подлежащие Веры Идут Двадцать пятые Сутки Голода Вы видите Что с меня Выходит Вот это Разрушается Опухоль В толстом Кишечнике Значит Отходят Желчные Камушки Образование Старое Разрушается Верешься Инфицированная Желчь И все это Выходит 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 Видите Вода Чистая А Выходит Только Патология За первым Выбросом Последовал Второй Выброс Из Восходящего Отдела Толстого Кишечника Видите Сколько Вышло Желчных Шлаков Это В основном Старая Желчь Сгустки Желчи Ну И Разлагающиеся Слизистые Отмирающие И все это Выходит На 25 Сутки Я вспоминаю Слова Своего Хорошего Знакомого Который Неоднократно Голодал По 40 Суток Он Сказал Такие Слова Человек Состоит Не из Воды Как вы Думаете А состоит Из грязи И дерьма Когда я Делаю Это Голодание Я убеждаюсь Что Да Человек Состоит Из грязи И дерьма Столько Много Накапливается Шлаков Грязи Патологии В организме Человека Что Скорее всего Его организм Функционирует После 40 Лет Где-то На 20 30 Процентах Чистоты Третий Выброс Вы видите Это Выходит Патология Из Печени Черная Старая Застоявшаяся Желчь С камушками С такими Запах Необычайно Резкий Отвратительный У меня До этого Постоянно Болела Под правой Лопаткой Как Вот это Все Повыходило Под правой Лопаткой Не чувствуется Никаких Болей Болей То есть Вот она Патология Которая Дает Нам Различные Боли Которая Нам Дает Различные Боли В те Иные Части Тела В частности Вот под Лопатку Боли Боли Вот это Все Тина Желчь Выпадающий Осадок Что я хочу Сказать Смотря на это Значит Чистка Печени Делает Много Но Вот на Таком Ровне Увы Она Не Очищает Двадцать Шестые Сутки Вот Такой Вот Слизю Из Зубов Из Глотки Отплевывается То есть Выходит Патология Отгнивает И Выходит 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 Поэтому Если Хотите Капитально Очиститься Надо Продолжать И Гранатного Водителя Вот Эту Всю Эту Дрянь Все Токсины Которые Засели В лунках Зубов Легких И теперь Выводятся Наружу Седьмые Сутки Голодания Это Один Из Последних Выбросов После Солевой Клизмы Значит Два Литра Теплой Воды Такой Хорошей Теплой Туда Значит Добавлено Около Трех Ложек Столовых Соли Значит Единол Где-то Грамм Примерно Десять И Вот Вы Видите Вышли Слева Желчные Шлаки Старые И Вот Мазутообразная Желчь С ужасным Запахом Вернее Справа А вот Слева Показывай Вот Это Вот Уже Разрушающаяся Опухоль И Вон Еще Клочочек Еще Вот 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 Это Видите Вот Это Как раз Разрушается Опухоль Полип И Отходит Патология Та Которая Сосет В Толстом Кишечнике Вот Она Как Слизь Так Что Подтверждается Наблюдение Тех Людей Которые Голодали Неоднократно Что Человек Сделан Или Состоит Не Из Воды А Состоит Из Грязи Дерьма И Я Добавляю От себя И Паразитов Вот Еще Более Крупным Планом Смотрите Вот Это Живочные Шлаки Черные 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 А Вот Это Видите Со Слизи Вот Хорошо Я Сейчас Навел Вот Это Разлагающаяся Отмирающаяся Опухоль Только На Это Время То На 27 Сутки В Организме Создались Достаточно Условия Появилась Достаточно Жизненная Энергия Которая Начала Ее Разрушать Скоро Сказка Сказывается Да Нескоро Дело Делается Идут 29 Сутки Голода Вы Видите Как Из меня Выходит Разрушенная Гребница То есть Только Вот На Эти Сутки Создались Условия Необходимые Для Того Чтобы Продошло Разрушение Гребницы Вот Она Четко Схвачено Схвачено Вы Видите Кусочки Убитой И выходящей Гребницы Вот В таком Виде Она Подстает То есть В организме Создались Все Условия Для Ее Отторжения И Она Начинает Отторгаться Ставить Более Массивные Различная Слизь Которая Ее Составляла То есть Она Как Бы Случивается С Толстого Кишечника Со Стенки А Не Отрезается Как В Хирургии Что Особо Ценно И Функция Останавливается И Кишечник Функционирует Нормально И Все Цело То есть Видите На фоне Уже Чистой Воды Приклизмин Выходят Не Шлаки А Выходят Выходят Патология Та Которая Вас Ела Голод Создал Условия Теперь Вы Едите Убиваете И Выбрасываете Вы Видите Разрушающийся Опухоль В чистом Виде То есть Ничего Уже Не Выходит Никаких Шлаков Жестых Черных Да Как Раней Это Один Из Последних Выбросов После Клизмения 29 А На 29 Сутки Голода Выходит Только Разрушенная Опухоль Выходит Она Из Толстого Кишечника Вот Она Как Видите Этот Холодец Или Кисель Вот Так Это Зараза Выходит Когда Организм Создает Условия Для Ее Уничтожения Посмотрите Внимательно Возможно Многим Из вас Придется Сразиться С Гребницей Обитающим Вашем Желудочно Кишечном Тракте Идут Тридцатые Сутки Голода Наконец-то Мы Добрались До Головы Опухоли Или Гребницы Видите Какая Мразь Сидит В животе И Сосет Наши Жизненные Силы Забирает Лучшие Питательные Материалы Оно Водает Только Своё Дерьмецо Вот Это Зараза Теперь Беговы Интересно Увидеть Человека Который Голодает Тридцать Суток Его Телосложение И Прочее Прочее Вот Я Перед Вам Тридцатые Сутки Я Продолжаю Заниматься Асанами Итак Занятие Беговы Как Тридцатые 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 Ряда Тридцатой Тридцатой Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 И все это живет в организме человека. Смотря на это, невольно думается, что истинных методов лечения два. Очищение организма от шлаков и очищение от паразитов. Все остальное, гомеопатия, аллопатия, иглоукалывание и все-все-все остальное от лукавого. Но что мы там пробьем каналы? Ну что мы там что-то там стимулируем, какой-то орган чем-то? Ну вот эта грязь, как она была, так она и есть в организме. Как она будет извращать все эти жизненные процессы, так и будет продолжать. И пока все это, в кавычках, не выгребится из организма, рассчитывать на оздоровление, на излечение, просто бессмысленно. Поэтому все эти иглотерапевты, гомеопаты и прочие паты, которые не применяют очищение, избавление от паразитов, ничто. О, так. Лукавые, короче, люди. Вслед за вышедшей грязью и отчестью этой опухоли, идет причина ее поражившая. Вот эта вот грибница, вот эта вот плесень. Именно она создает среду в толстом кишечнике такую, чтобы ей было удобно разводиться. Она вызывает там застой, прохождение, затрудняется. И в этом болоте она себя прекрасно чувствует, размножается. Ей наплевать на организм, лишь бы ей было хорошо. Вот поэтому надо создать условия, такие, которые возникают на голове, чтобы ей было плохо. Она начинает выходить. А вы чувствуете себя все лучше и лучше, здоровее и здоровее. 24-е сутки идут голода. Как видите, патология выходит в то же количество. Вот видите, в центре билиции включения. Вот это вот самая опухоль. А все остальное, уже, так сказать, и последствия. Болото. В начале толстого кишечника. Не в котором живет грибница. Вот это билиции включения. В начале разминка. В начале. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 сутки города, поэтому не обращайте себя тем, что вы там 20 суток отголодали и все у вас пойдет на лад, что там что-то там выйдет, нет, ну тогда просто его взять, ну можно. Вы видите разрушающийся опухоль в чистом виде, вот черное, самое видать дошли мы до основания, до корней, там есть белое включение, если ты смотришься, ну так вот патологии не сдаются, 20 суток, 30 суток фигня, только видите на сороковые сутки начинает выходить что-то. Вот это все раньше на родине звали порчей. Комментарии излишни, вы видите, выходит разрушающаяся грибница из правого угла толстого кишечника. Включены туда, как вы видите. Желсть собирает она старую и много других вещей. Ну что по этому поводу сказать? Хорошо то, что организм освобождается, освобождается от цвета патологии, которая в противном случае была бы в организме и делала свое черное разрушительное дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова